Здравствуйте! На телеканале Азитей Рыштон. Программа «В итоге». Расскажем обо всём, что произошло в Республике за неделю. В студии Вячеслав Музаев. В начале выпуска. Коротко о главном. Фасуем продукты, распределяем их и будем загружать. По инициативе главы Республики Сергея Миняйлов продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации. Очередную партию отправили на этой неделе в Запорожскую область. При находении зелёной зоны автомобиль имеет право направляться в пункт пропуска. Благодаря системе электронной очереди удалось решить проблему с длинными очередями из большегрузов, которые и раньше ожидали проезда российско-грузинской границы неделями. В городских условиях надо убирать с улиц, потому что вместе с листьями мы удаляем вредные вещества. С наступлением осени нагрузка на коммунальные службы увеличилась в разы. Всё из-за опадающей листвы. Как решают проблему и чего делать, категорически нельзя. Работа была начата заблаговременно для того, чтобы мы успели в срок. На стадионе «Спартак» продолжается масштабный ремонт. Работой проинспектировал министр строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Маргоев. Остался ли доволен? В России завершена частичная мобилизация. Большинство призванных граждан пока ещё находятся на территории страны и проходят боевую подготовку. Мобилизованные из Северной Осетии обучаются на полигонах «Шалхи» и «Тарская», «Тактика», «Ведение боя», «Стрельба», «Первомедицинская помощь». Всё это вспоминали бойцы во время подготовки. Теперь они пройдут очередной этап обучения уже на полигонах Донецка и Запорожья, чтобы в зоне проведения специальной военной операции быть готовыми даже к самым нестандартным ситуациям. На неделе очередную группу бойцов проводил глава республики Сергей Миняйла. Подробнее расскажет Алина Цгоева. Они стараются не упустить возможность лишний раз обняться и сделать фото на память, хотя понимают, что перед самой отправкой время ещё дадут. В такой обстановке и строй держать сложно, особенно когда вручают домашние осенненские пироги, горячие, только из печки. Это тебе здорово, от семьи, от дома. Почти две недели подготовки во Владикавказе. Позади эти переобучения резервисты будут проходить уже на полигоне под Донецком. А многие мобилизованные, это военные с опытом. И все как один говорят, боевой настрой значит многое. Подготовка вообще хорошая. Стрелялись, питание автоматы вообще хорошая. И стрелялись с гранатолётов. Всё, обучение хорошее. Все уже познакомились, сплотились со всей республики. То есть других республик, ребята тоже. Уже подружились, всё вот так, всё. Все как братья уже, даже вот так вот. Призванных на службу бойцов приветствовал глава республики Сергей Миняйлов. Своей речи пояснил поближе со всеми, пообщается уже там на месте, оценит условия на передовой. То, что вы сможете выполнить поставленную задачу, у меня даже сомнений нет. С момента, как вы одели военную форму и сегодня отправляетесь на выполнение поставленных задач, связывает боевое братство. Поэтому очень хочу, чтобы мы с вами после победы, а победа будет в любом случае за нами. Потому что за нами и правда. Вот так же встретились. Может быть не встаю, может быть где-нибудь на улицах республики, в других городах, в других населённых пунктах. И поздоровались, обнялись и посмотрели друг в другу в глаза. После официальной части напутственных слов и команды вольно первыми к строю идут матери. Признаются, отпускать сыновей сложно, но когда родина зовёт, отступать нельзя. Желаю им больших успехов, чтобы в скором будущем, даже чтобы уехали и сказали, что ура, мы их победили и вернулись на родину. По всей России частичная мобилизация завершена. Задача призвать 300 тысяч человек выполнена. Дальше работа продолжится только с добровольцами и теми, кто захочет заключить контракт с армией. Там же на месте разъяснил заместитель военного комиссара. Военные комиссариаты получили необходимые указания о завершении мероприятия частичной мобилизации. Оповещение, вручение, выписка повесток не осуществляется. В настоящий момент военные комиссариаты осуществляют уточнение документов, картотек. Работа по доукомплектованию подразделений будет осуществляться исключительно из числа добровольцев, обратившихся военные комиссариаты, и кандидатов на военную службу по контракту. Те, кого призвали первыми уже в зоне СВО, выполняют боевые задачи недавно прибывшим, пообъясняют и показывают делятся своим опытом среди мобилизованных мужчин и разного возраста и званий. Но задача у всех одна – защитить родину и своих родных. Алина Цгой, Валансуанов и Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге». По поручению главы республики Сергея Миняйла, добровольцы, активисты и благотворительные организации Северной Осетии продолжают собирать и отправлять в зону проведения спецоперации гуманитарные грузы для местного населения и предметы первой необходимости для российских военнослужащих. На неделе общими силами удалось собрать более тысячи продуктовых наборов. Грузы отправили жителям Запорожской области. Подробнее обо всем в материале Лидии Цахиловой. Потом пришел, муку положил и вот здесь кладешь пакет еще раз и идешь дальше. Живой конвейер работает как часы. Нет ни одной свободной минуты. Предстоит разобрать около 500 коробок гуманитарного груза и расфасовать по пакетам. Все самое необходимое – молоко, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, конфеты, чай. Продуктовые наборы отправятся жителям новых территорий России. В Запорожскую область отправится несколько тысяч продуктовых наборов. И уже мобилизованные наши военнослужащие будут оказывать гуманитарную миссию для жителей Запорожской области, республик ЛНР, ДНР. Подготовку гуманитарного груза организовал региональный штаб «Мы вместе». Помогают волонтеры студенческого корпуса спасателей, активисты Народного фронта, боевого братства «Русь». А еще отозвались ребята из российского движения «Школьников». Общее количество у нас сегодня здесь 100 человек. Те работают очень, так сказать, с пониманием дела, для чего они это делают. И ребята говорят, если завтра, послезавтра нужна будет помощь, мы тоже готовы. Фасуем продукты, распределяем их и будем загружать, чтобы этот груз был доставлен на передовую для того, чтобы в тех населенных пунктах, где наши ребята сейчас выполняют задачи специальной военной операции, чуть-чуть поправить их такое гуманитарное положение. И хотелось бы сказать спасибо всем тем организациям, которые принимают участие в этой работе. Победа куется в тылу, и когда сильный тыл, то и бойцам намного легче выполнять те задачи, которые перед ними ставит наша родина, наше государство. Общими силами удалось собрать более тысячи продуктовых наборов. Груз уже сегодня отправили в Запорожскую область, где находятся базовые на служащих. Бойцы доставят гуманитарную помощь жителям Запорожской области, ЛНР и ДНР. По поручению главы республики Сергея Миняйла, региональный штаб «Мы вместе» подготовит еще несколько тысяч продуктовых наборов. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Ибрагим Чочиев. Специально для программы «В итоге». Всё для победы. Проект по поддержке бойцов и мирных жителей организовал Народный фронт. С его помощью можно перечислить деньги или отправить вещи, которые требуются бойцам на передовой или местным жителям в зоне проведения спецоперации. В проекте принимают участие и организации. Так, сотрудники лагерского завода сопротивлений пожертвовали свою трехдневную зарплату. Сумма составила 250 тысяч рублей. На эти средства закупят все необходимое. Тему продолжит Алана Тумаева. Доля секунды, и ты уже оказываешься в нужном разделе. Перевести деньги бойцам из Северной Сети в зону спецопераций стало проще. Специальный региональный QR-код, новшества в проекте «Всё для победы». Каждый субъект теперь может точечно оказывать помощь своим ребятам. Эти средства закупаются, до закупаются то необходимое, что им нужно. Тёплые вещи, какие-то средства связи. Региональный сбор уже сейчас работает. Подключились предприятия, организации, просто граждане. Очень активно в этой акции помогали российское движение школьников. С недетским усердием они стараются помочь. Помимо материальной поддержки подбадривают словом. Запустили акцию «Добрые письма». Такая добрая посылка из дома точно согреет и придаст сил даже в самый тяжёлый момент. Школьники написали уже больше двух тысяч писем, которые подарили в разы больше счастливых эмоций, пусть и на передовой. Чтобы поддержать их боевой дух, я лично сама тоже писала письмо. И мои доказники тоже в этом участвовали, как и вся моя школа. Это всё для того, чтобы подкрепить дух наших бойцов. Им будет приятно читать подобные тёплые письма. Мы все желаем мирного неба нам над головой и желаем, чтобы поскорее это всё закончилось. А сотрудники Алагирского завода сопротивлений пожертвовали свою трёхдневную заработную плату для оказания помощи участникам специальной военной операции. Сумма составила 250 тысяч рублей. На эти средства закупят всё необходимое. Зная положение наших ребят на Украине, когда им многого не хватает, ну, внутри коллектива пообщались, поговорили и решили определённую сумму денег перечислить, предварительно переговорив с руководителем нашего регионального отделения, Галиевым, на их расчётный счёт. Зная, что эти деньги пойдут именно на те нужды, которые они знают лучше, чем мы. В рамках проекта «Всё для победы» проводят региональные сборы. Подключились уже несколько республиканских организаций. Русский театр провёл благотворительный показ спектакля. Содействие проекту также оказали Республиканское объединение строителей, коллектив речевно-физкультурного диспансера, региональное отделение «Российское движение школьников» и не только. Информацию о том, что именно закупили и куда направили, будут публиковать на сайте проекта. Мы постараемся как можно эффективнее это всё закупать товары и отправлять непосредственно в те подразделения, чьи потребности до нас будут доходить. Предстоят преодоления неких проблем, логистических, разных. Всё это фонд отработает и отчёты будут опубликованы на сайте проекта «Всё для победы». Подробнее ознакомиться с проектом можно на его сайте, а ещё принять в нём участие и лично помочь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Алана Томаева, Зарина Газаева, Владимир Кокоев. Специально для программы «В итоге». На этой неделе в Москве состоялся итоговый форум Общественной палаты России под названием «Сообщество». В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, гражданские активисты, волонтёры и предприниматели. Делегацию Северной Осетии возглавила председатель Общественной палаты Республики Нина Чеплакова. С ней мы поговорим об итогах форума. Нина Владимировна, здравствуйте. Расскажите подробнее, пожалуйста, о главных целях Всероссийского форума и какие стратегические решения были приняты по итогам. Добрый вечер. Да, действительно, я только что вернулась с форума «Сообщество», который проходил в Москве в течение двух дней – 2 и 3 ноября. Форум проходил в канун празднования Дня народного единства. И поэтому тоже главная ключевая тема этого форума звучала как «Народное единство», сплочённость, солидарность, суверенитет. Форум проходил как итоговый форум всех форумов этого года. То есть в течение 2022 года проходило 4 форума в разных городах России. И итоговый прошел именно сейчас. Он собрал на своих площадках, а площадок было 69. 69 площадок развернули в музее Победы на Поклонной горе. Это тоже было очень, знаете, трогательно, атмосферно, потому что именно там, где рождалась наша Победа, где сохранилась память о великих наших дедах и отцах, победивших в году Великой Отечественной, вот особое чувство сопричастности и к нашей общей победе, и к тому, что нам сегодня делать надо, вот мы прочувствовали как никто другой. Более трёх тысяч человек было участников форума. Среди них были и представители высших органов власти. Среди них были, конечно же, гражданские активисты, предпринимательское сообщество, представители некоммерческого сектора. И главная наша задача была подвести итоги форумной кампании нынешнего года, все эти проблемы и вопросы, которые обсуждались на всех территориях, и выработать единую концепцию развития и совершенствования политики по отношению к консолидации гражданского общества. Итоговые документы, которые мы выработали на форуме сообщества, они лягут в основу доклада Общественной палаты, который называется «Доклад о состоянии и развитии гражданского общества Российской Федерации». И этот доклад передаётся президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину для выработки определённых решений. Ну, если можно, я начну с того ещё, что форум-то, собственно говоря, начался с приветствия, которое нам прислал Владимир Владимирович Путин, и его полномочный представитель Сергей Новиков обратился с этим приветствием и поставил задачи по участию гражданского общества в сегодняшней нашей повестке, весьма непростой повестке, которая требует мобилизации не только экономической, не только военной, но и гражданской мобилизации, участия каждого человека, каждого гражданина нашего общества в том, чтобы мы понимали свою солидарность и понимали свои действия, как нам победить в этой непростой, объявленной Российской Федерации войне. Скажите, пожалуйста, Нина Владимировна, помимо масштабных задач, стояли ли какие-то конкретные задачи локального характера именно перед Общественной палатой нашей республики? Ну, в данном случае Общественная палата нашей республики, собственно, как и все, уже не 85, а уже плюс 4 новые общественные палаты, которые созданы на территориях новых Донецкая, Луганская народная республика, а также Херсонская и Запорожская области. То есть вот перед всеми этими палатами, их почти 90, стоят одни задачи. Эти задачи связаны с тем, чтобы мы могли быть надежным проводником решений, тех решений, которые правительство, органы власти принимают в отношении конкретных людей каждой территории. У каждой территории свои какие-то проблемы, но есть общая цель, которой мы все и служим. Что касается вот наиболее интересных, на мой взгляд, площадок, в которых я принимала участие, это площадка «Экономика Победы», так называется она. В ней принимали участие, значит, во-первых, модератором был Александр Галушка, известный экономист, автор вот замечательной книги «Кристалл роста», по которой сейчас работают очень многие и в правительстве Российской Федерации. и участие принимали заместитель министра экономики Российской Федерации, Ростех, и выработаны были чрезвычайно интересные решения. И, кстати говоря, наша палата, общественная палата, давала свои предложения еще в начале этого года. И многие из них тоже вошли вот в эту программу. Суть этих решений состояла в том, чтобы мы особенно сегодня вот в этих непростых условиях могли четко понимать систему, вот как раньше была система государственного планирования. То есть и сегодня нам необходимы четкие задачи и четкие алгоритмы их исполнения. И вот эта тема звучала на площадке и нашла свое подтверждение, в частности, например, исполнительный директор Ростеха, знаете, огромная корпорация, докладывая на этой площадке экономика победы, четко сказал, что их государственная корпорация знает, сколько им надо выпускать оружия, сколько они выпускают танков, сколько они выпускают другой техники, которая им необходима сегодня армии. И это не общие какие-то концепции, стратегии, а это конкретный план действий, которые сегодня необходимы. И вот это я просто как пример говорю. А на каждой из этих 69 площадок конкретные такие вопросы обсуждались. Скажите, вот вы упомянули о том, что на форуме принимали участие также делегации новых территорий, включенных в состав России. Я знаю, что были подписаны соглашения о сотрудничестве именно с Общественной палатой с Северной Осетии, насколько я понял. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, я должна сказать, что это для нас очень большое знаковое событие. Мы давно дружим и с председателем Общественной палаты Донецка, Донецкой Народной Республики, Александром Коффманом, и где-то чуть меньше дружим с Алексеем Корякиным, председателем Общественной палаты Луганской Народной Республики. Мы сотрудничаем в разных вопросах. Вы знаете, что здесь у нас находятся беженцы из Яловайской, то есть из Луганской Народной Республики. Мы всем миром стараемся им помочь. Я должна вот каждому жителю Осетии сказать спасибо за то, что помогают этим людям. Там и дети малые, там и взрослые. То есть мы стараемся... Не буду рассказывать, как помогаем, но помогаем. И одеваем, и обуваем, и лечим, и учим. В общем, все, что можем делать, мы делаем. И мне нравится наше общение с этими ребятами, значит, и с Коффманом, и с Корякиным. Но вот на этом форуме мы заранее подготовили соглашение, и вот уже в такой торжественной обстановке мы были первой общественной палатой в Российской Федерации, которая вот в такой торжественной обстановке уже де-факто и де-юре закрепили наши отношения вот таким соглашением о сотрудничестве. И еще у нас, значит, Забайкальская область тоже подписала с ними соглашение о сотрудничестве. Намечены совершенно конкретные, четкие мероприятия, по которым мы будем сотрудничать. Ребята собираются и к нам приехать, они с удовольствием общаются с Южной Осетии. Так что продолжим нашу работу. Скажите, пожалуйста, вот в целом, подводя итоги работы форума, как Вы оцениваете результаты? И насколько, в полной или мере, были вот намечены какие-то пути дальнейших действий общественной палаты, как в общем России, и как в частности нашей республики? Я думаю, что мы обсудили очень большое количество важнейших вопросов. И в числе этих вопросов, например, вот сессия была интереснейшая, которая, значит, работников культуры собрала, министра культуры, НКО, театральных деятелей, отмена культуры. Ну, в двух словах об этом не расскажешь, но это было замечательное, аргументированное такое вот отношение к тому, что происходит. По экономике то, что я сказала. Кроме того, Общественная палата России давно и успешно собирает материалы, связанные с геноцидом населения, гражданского населения на Донбассе. И вот этот мемориал, практически он уже выстроен, уже издана книга, и все материалы передаются в Следственный комитет. Это вот реальная, огромная работа, которую проводит Общественная палата, и мы тоже вместе с ними. Я хочу сказать, что вот подведены были на этом форуме, и с благодарностью названы очень многие прекрасные организации. Например, вот «Своих не бросаем», да, вот есть, специально такую утвердили номинацию, и Народный фронт в одной из этих номинаций, Общероссийский Народный фронт, получил первую, главный приз, победу свою, и это совершенно заслуженно. По номинации «Историческая память» получил награду совершенно справедливо комплекс, мемориальный комплекс молодогвардейцам восстановленный, вы знаете, как это все было. И множество других интересных проектов, которые вот только в этом году реализовывались. То есть у меня просто не хватит времени рассказать, сколько их. Я просто хочу еще поблагодарить наших ребят, которые принимали и принимают активное участие во всех без исключения делах, которые сегодня нужны. И фронту нашему, и как помогают ребята очень хорошо. И кроме того, и военнослужащим, которые ранены, находятся у нас на лечении, и многим-многим другим людям. Или «Круг добра». Это вообще потрясающая история на форуме, то же самое. Это люди, дети, которые получают серьезную помощь. Дети, имеющие серьезные орфанные заболевания. На 79 миллиардов рублей Александр Ткаченко, наш друг и соратник, выделил им помощь. В том числе там есть и наши дети. То есть это огромная работа, которая проводится. И, наверное, не зря Владимир Владимирович говорит о том, что гражданское общество имеет огромную созидательную силу. Скажите, пожалуйста, Нина Владимировна, хотелось бы поговорить о формировании нового состава Общественной палаты Республики. Известно, что парламент уже утвердил список своих представителей. Когда будет полностью сформирован состав? Да, парламент утвердил 27 октября 12 представителей от парламента. Чуть раньше Сергей Иванович Миняйло своим указом также утвердил 12 человек. Это представители в соответствии с законодательством федеральных общественных организаций. И теперь нам остается третью часть списка избрать. В ближайшее время это будет сделано. Это уже будут 12 человек, представляющих местные общественные организации. Поэтому я думаю, что в соответствии с регламентом, буквально в течение двух-трех недель Общественная палата нашей Республики, седьмого созыва, будет полностью сформирована. Спасибо большое, Нина Владимировна, что нашли время и пришли сегодня к нам. Спасибо вам. А я напомню, у нас в гостях была председатель общественной палаты Северной Осетии Нина Чеплакова. Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Туризм – одно из перспективных направлений Алагирского района. По мнению специалистов, его потенциал огромен. Рекреационные возможности, туристические маршруты и инфраструктура в последнее время становятся популярными быстровозводимые отели. Однако, чтобы развивать отрасль, необходимо уделить внимание и уже существующим объектам. Работа в этом направлении ведётся, а в районе реконструируют и обновляют в том числе и культурные объекты. Подробности в материале Лидии Цахиловой. Долгожданное событие для жителей селения Црау. Завершается капитальный ремонт дома культуры. Работы начались ещё в мае. Здание построено в 1972 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали. Обновить дом культуры стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Общий объём финансирования проекта составил 18,5 миллиона. Полностью будет осуществлено и оснащение всем необходимым инвентарём, инструментами и так далее. Ремонтируется ещё один социально значимый объект – ФАП в селении Цаликова. В медпункте обновят оборудование. По нацпроекту здравоохранения на эти цели предусмотрено почти 6 миллионов рублей. А ещё в Алагирском районе успешно реализуется национальный проект «Жильё и городская среда». В рамках этого нацпроекта одновременно реализовывается и муниципальная программа формирования современной городской среды. В прошлом году были успешно благоустроены общественные территории в посёлках Верхний Фиагдон и Мизур. В населённых пунктах Нокау, Цаликова и Нижний Бирокзанг. Благоустроили и дворовые территории в Алагире и Мизуре. На завершающей стадии работы в парке у Свято-Вознесенского собора. Осталось установить скамейки, детские площадки и освещение. Объект сдадут в эксплуатацию до конца года. В прошлом году район выиграл грант на благоустройство парка в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Общий объём финансирования 85 миллионов. Из них, если рассматривать уровни бюджета, то 55 миллионов – это из федерального бюджета, 25 миллионов – это за счёт средств регионального бюджета, 10 миллионов – это за счёт средств местного бюджета. И ещё предусматриваются внебюджетные средства. Туризм – одно из перспективных направлений. Потенциал лагерского района огромен. Рекреационные возможности, туристические маршруты, инфраструктура. Становятся популярными быстровозводимые отели. Так, в селении Абайтикау туристы могут отдохнуть в глэмпинге. А в Верхнем Сгиде строят туристическую деревню. В Курдатинском и Цельском ущельях появятся модульные гостиницы. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году предоставление субсидий на создание нестационарных, не капитальных средств размещения предпринимателям, которые реализуют свои инвестиционные проекты на территории Лагирского района, в том числе Меркада, ИП, Титуев, Фегдоне, Курдатинском ущелье и на территории туркомплекса Цель. В этом году по плану они должны закончить и к Новому году уже принимать туристов-гостей. Аграрный сектор – ключевой для экономики района. В этом году господдержку получили 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, в основном на развитие мясного и молочного скотоводства. Впервые выделили субсидии и на развитие пчеловодства. Восемь пчеловодов получили по одному миллиону рублей. Это как бы существенная поддержка тоже для развития. Развивается и коневодство, и овцеводство, в том числе и птицеводство. На развитие птицеводства получили 14 миллионов. Но они это получили, это крестьянско-фермерские хозяйства. То есть, вот эта господдержка осуществляется по трем направлениям. Ну вот, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка семейных фермеров и развитие сельской кооперации. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» общая сумма грантов в этом году составила 93 миллиона рублей. В 2023-м увеличится до 95 миллионов. Средства получат индивидуальные предприниматели на развитие мясного и молочного скотоводства и овцеводства. Лидия Цехилова, Диана Кабалоти и Брагим Чочиев. Специально для программы «В итоге». Очередь из большегрузов, пересекающих российско-грузинскую границу, снизилась благодаря системе электронной очереди. Об этом сообщил Сергей Минейлов в своем телеграм-канале. Проезда ожидают около 100 автомобилей. На момент внедрения системы, это было в августе, очередь составляла около 1700 большегрузов, а время ожидания – 2-3 недели. Сейчас, в день постановки на учет, в пункте регистрации электронной очереди, фуры могут беспрепятственно проезжать на пункт пропуска Верхний Ларс. Отметим, в республике три пункта регистрации электронной очереди – в селении Иран, Алханчурте и на восьмом километре трассы Владикавказ-Ардон-Чекала-Лескен-2. А также один пункт снятия с электронной очереди в селении Чми. Отслеживать очередь можно и на сайте Центра организации дорожного движения. Сама электронная очередь состоит, можно сказать, из двух зон – зеленой зоны и незеленой зоны. При нахождении зеленой зоны автомобиль имеет право направляться в пункт пропуска. На сегодняшний день зеленая зона составляет порядка 150 автомобилей, а количество транспортных средств ожидающих очереди – там меньше 100. То есть при заезде в республику они сразу попадают в зеленую зону. Действует телефон горячей линии круглосуточной, на которой поступают звонки. Сейчас закупается определенное оборудование для исключения случаев постановки на учет в электронную очередь без документов, а также без транспортных средств. В ближайшее время это оборудование будет установлено. Сотни участников из разных регионов страны – этнические вечера, выставки, ярмарки народного прикладного творчества и многое другое. В Владикавказе состоялся международный фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан». С руководителем интернационального проекта Гамирой Гадельшиной встретился Сергей Миняйла. В течение нескольких дней коллективы соревновались в различных номинациях, а в перерыве между выступлениями успевали знакомиться с культурой и историей нашей республики. Дана Малышева продолжит. Яркие и самобытные коллективы знакомят с культурой своего региона. Русские калмыцкие песни, осетинские и татарские танцы – пронзительная игра на народных инструментах. 30 коллективов совсем не по-детски передают богатую историю родного края через искусство. Это площадка для большого диалога между представителями регионов России. В этом году субъектов 12. 300 участников «Алтын-Майдана» приехали именно во Владикавказ не случайно, где, как не в культурной столице Северного Кавказа, проводить инклюзивный фестиваль разных национальностей. Мы были во многих республиках, но то радушие, та доброжелательность и то желание помочь, которое есть здесь у всех структур, начиная от министерств и завершая, скажем, полюбившимся нам педагогическим колледжем, огромное желание помочь, и мы видим, как нас опекают. Поэтому возвращаешься туда, где комфортно. «Алтын-Майдан» объединил всех без исключения. Это «Поющие сердца» – жестовая группа из Новосибирской области. Очень много присутствует, во-первых, любви, это прям чувствуется на самом деле с первых минут, и много кто участвует. То есть мы заехали в гостиницу, и там очень много людей из Ярославля, из Новосибирска, то есть и со всеми можно пообщаться, узнать что-то новое, поделиться своими эмоциями. Талант каждого не просто впечатляет, вдохновляет на то, чтобы еще больше познакомиться с культурой многонациональной России. «Я сюда приехала, потому что сюда приехали все, и тут очень много всего интересного, а я задуешь, любой. Я люблю повеселиться с друзьями и все такое. Тут много моих знакомых и друзей». Второй день фестиваля посвятили на конкурсу «Арт Хуран» – вокал, хореография, инструменты. Здесь не столько соревнуются, сколько раскрывают фольклор своего народа. Так звучит Калмыкия с населением почти 300 тысяч человек. Алтын-Майдан с татарского языка переводится как «золотое место». По-другому сегодня Владикавказский дом офицеров и не назовешь. Прямо за моей спиной представители Татарстана, Удмуртии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и, конечно, Северной Осетии. Каждый коллектив представляет свой лучший номер, свою визитную карточку родного региона. Мастер-классы по хореографии, благотворительные концерты – калмыцкий, татарский, русский этновечера. По словам директора фестиваля Георгия Бестаева, через масштабный культурный обмен Владикавказ привлекает туристов из самых отдаленных точек России. Мы увидели очень много разных национальных танцев и очень интересна их религия, их традиция. И познакомились с некоторыми из их представителей. Гостей республики за неделю познакомились с Северной Осетией. Экскурсии по горным ущелям открыли народам историю и культуру нашего региона. Точкой Алтын-Майдана стал гала-концерт. Дана Малышева, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге». В седьмой поликлинике после капитального ремонта открылся стоматологический кабинет. Бесплатно лечить зубы могут как взрослые, так и дети. Кабинеты укомплектованы и новым оборудованием, и современными препаратами. Алина Цгоева расскажет подробнее. Как следить за здоровьем зубов, что можно есть, а что категорически вредно. Это по стандарту после лечения. В седьмой поликлинике объясняют пациентам, вне зависимости от диагноза, особое внимание от тем, кто пришел в первый раз. Мне нужно было поставить пломбы, пройти полное обследование. Меня посадили на кресло. Врач мне очень понравился. Она очень компетентна. Она все рассказала, показала, объяснила. Общалась со мной очень мило. После ремонта стоматологический кабинет в седьмой поликлинике ни по оборудованию, ни по обстановке, не уступая другим клиникам, спектр услуг тоже изменился. А теперь, чтобы удалить или запломбировать зуб, или получить полноценное лечение, можно просто позвонить в регистратуру. Мы ставим световые пломбы, которые соответствуют абсолютно всем международным требованиям. Они качественные, они эстетично выглядят. Поэтому и прием этот ведется абсолютно бесплатно по полю СОМС. Если раньше люди приходили с острой болью или там с множественным кариесом, сейчас это чаще всего население уже более осведомлено о том, что нужно лечить зубы, что нужно следить за зубами. Это, в частности, и детского приема касается. То есть сейчас это чаще приходят люди на профчистки. Мы, кстати, их тоже осуществляем по ОМС. Новая обстановка. Новые пациенты как во взрослом, так и в детском отделении перерывов. Здесь почти нет. Запись на весь день полная, но работать почти без остановки в светлом и просторном кабинете, где под рукой есть все необходимое, намного проще, говорят сами медики. Конечно, стало приятнее работать. У нас намного светлее кабинет. Все новое, все приятно. И пациентам тоже нравится. Все обращают внимание на то, что у нас так светло и приятно. Кабинеты стоматологии, как и другие, в любом медицинском учреждении должны соответствовать времени. Морально устаревшие сейчас в регионе все чаще ремонтируют и приводят в порядок. Ведь бесплатное лечение должно быть не просто доступным, а еще и комфортным. Алина Цгоева, Лансуанов, Новости Осетии. К приходам осени коммунальные службы города вновь столкнулись с ежегодной проблемой. Опадающие листья усложняют уборку улиц и дворовых территорий. Горожане борются с проблемой своими способами. Сжигают листву. Однако врачи и химики не рекомендуют этого делать. Все потому, что при сгорании павшей листвы в атмосферу попадают вредные вещества. Вот так, казалось бы, обыденная вещь может стать причиной серьезных заболеваний. Дана Малышева продолжит тему. Против обычной уборки выступает движение ЭКО. По словам экспертов, в сборе листвы вообще нет смысла. Кроме как на тротуарах и дорожках. Это одинаково вредно и опасно как для деревьев, так и для птиц и даже белок. Вот так, по словам экспертов, сдувают убежища полезных насекомых и червей. Их корм и, что особенно важно, природное удобрение. Зеленые насаждения, деревья, кустарники и травяные газоны в парках и лесопарках не получают достаточное количество питания. И деревья в городах из-за этого у нас растут. И их срок жизни на 30, а где-то и на 40% меньше, чем в аналогичных условиях в природе. Листья представляют собой такое природное одеяло для корней, для почвы в период, когда уже наступают морозы, но еще не выпадает снег, который является таким также природным одеялом для корней деревьев. Копавшие листве нельзя прикасаться граблями. Дедовский способ не переносит дерн, утверждает ЭКО. Что вывезли из дорожно-транспортных сетей, можно переработать в технический грунт. Это отличный стройматериал для дорог. Большинство региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами сегодня имеют мощности для изготовления технологического грунта, так как листья не годятся в классический компост или перегной. Все потому, что листва впитывает почти всю таблицу Менделеева. Что копилось там месяцами, освобождается при сгорании. К сожалению, самый простой и опасный вариант утилизации мусора. В процессе выходит, сложно представить, 350 вредных веществ, утверждают последние исследования. Бенспирены, уксусная кислота, угарный газ. И для людей с заболеваниями органов дыхания это очень вредно. То есть листья в кучах тлеют сутки, двое. И очень вредные условия для астматиков. Токсичные вещества провоцируют тяжелые заболевания. Мы дышим этим дымом и наши легкие загрязняются. У человека могут появиться аллергические реакции, загрязнения легких и вред для экологии. Вызывает рак. И вообще для природы это тоже нельзя сжигать листья, потому что загрязнение природы. Такой способ избавления от листвы часто приводит к катастрофическим последствиям. По статистике, 9 из 10 пожаров происходят из-за человеческого фактора. Лесные пожары потом приносят такой значительный ущерб, что даже они на несколько порядков выше, чем незаконная вырубка лесов. Уничтожается верхний плодородный слой, впоследствии чего там практически надо какое-то определенное время, чтобы вот этот слой восстановился. Ученые видят выгод в компосте. Но только из исключительно здоровых листьев в перемешку с травой и сорняками. Компост из растений в сельское место дает пользу. В городских условиях надо убирать с улиц, потому что вместе с листьями мы удаляем вредные вещества. В стране применяют разные методы. Самый оптимальный способ утилизации – вывоз листвы на переработку. Апад преобразуют в топливо или почвосмесь для цветов и рассады. Такие способы снижают нагрузку с полигонов. Правда, пока, к сожалению, самый простой метод утилизации значительно популярнее. Дана Малышева, Алан Суанов, Заркот Заев, Батербек Макиев. Специально для программы в итоге. Борцы из 20 субъектов России, десятки чемпионов из разных стран, приехали на этой неделе в республику, чтобы посоревноваться за звание лучших. Во Владикавказе сегодня завершился турнир по вольной борьбе памяти Сослана Андиева. Старт соревнований удала большая концертная программа. За схватками спортсменов наблюдала моя коллега Алина Цгоева. На трибунах и даже рядом на проходе свободных мест почти нет. Здесь сотни людей, именитые спортсмены, тренеры, те, кто знал Сослана Петровича лично и те, кто о его достижениях узнают благодаря турниру. Ежегодное соревнование объединило больше трехсот человек на ковре борцы из 20 субъектов России и еще десятки из разных стран. Все участники, они имеют представление, что это турнир в памяти двухкратного олимпийского чемпиона. Автобиографические данные, наверное, не вряд ли знают. Но главное, что они знают, что был такой борец выдающийся. И у них есть стремление тоже стать выдающимися, чтобы в честь них тоже проводили такие соревнования. Борцы соревновались в 10 весовых категориях, но самое престижное – это 125 килограммов. Именно в ней выступал и сам Сослан Андеев. За более чем 40 лет этот турнир стал одним из ярких событий в спортивной жизни республики. На коврах ожесточенные схватки и слабых спортсменов тут априори быть не может. Сюда приезжают ребята, которые попадают в сборные своих областей, республик, отбирают лучших. Сюда не каждый может приехать и бороться. Вот сборная Дагестана, они отбирают лучших. Сборная наша, в Осетии тоже не каждый может отбирать лучших. Чемпионат республики проводят и по критериям этих отборов приезжают лучшие со всех республик России. Человек, который выиграл турнир Сослан Андеева, уже его берут на заметку в сборной России. И идет дальнейший рост у него, карьера уже в спорт. Турнир проводится с 70-х годов, но этот первый со времен пандемии. И размах соревнований пока самый масштабный в его истории. Здесь же и целая концертная программа на открытии финальных сваток. Гостей и зрителей изначимого события поприветствовал министр спорта республики. Уверен, что проведение подобного соревнований способствует комплиментации здорового, здорового и жизни. И дает кончок для того, чтобы наши семьи хотели, мальчики и мальчики. Сослан Андеев – символ вольной борьбы. Тысячи людей знали его имя и любили как друга и близкого человека. Он был свой везде и мечтал давать молодым все то, чему учился сам. Турнир его памяти пройдет и в следующем году. Организаторы уже планируют его сделать более масштабным. Алина Сгойва, Давид Беттиев, Георгий Таков. Специали для программы «В итоге». Комфортный и современный спортивный комплекс. Во Владикавказе продолжаются работы по реконструкции главной футбольной арены республики – стадиона «Спартак». Сдать полностью завершенный объект планируют уже в следующем году. Обновленный стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей. На территории комплекса расположится и спортивная школа, воспитанники которой смогут тренироваться и совершенствовать свои навыки в новых условиях. Обо всем подробнее в материале моих коллег. Большая стройка, где шум почти не затихает. Лучше всего говорит о том, на какой стадии реконструкция «Спартака». Легендарной арене в этом году стукнуло 60. Именно на ней в 95-м шел к своей победе тот самый золотой состав «Алании», который прервал гегемонию «Спартака». Как возрождается легенда, инспектируют постоянно. Пока стадион готов на 25%, но к концу года должны успеть сделать примерно столько же сейчас на объекте 130 человек. И многие в шутку уже называют его многослонным тортом, где вишенкой станет гигантский экран. Опасений отстать от графика нет, даже с учетом, что много импортного уже не купишь. Много позиций приходится заменять в силу того, что необходимо производить импортозамещение. И эта работа была начата заблаговременно, для того, чтобы мы успели в срок, для того, чтобы не сорвать именно графики строительства. Большая футбольная арена – главная гордость проекта по плану. Нужно изменить абсолютно все. Тут будут только две трибуны – западная и восточная. Зато появятся вип-ложи, просторные комментаторские конференц-залы для обсуждения важных событий. А кроме этого спортивная школа, воспитанники которой будут тренироваться в новых условиях. Строительство ведется круглогодично. Есть специальные методы, которые позволяют выполнять работы круглогодично. Если говорить о бетонировании, то есть методика прогрева бетона. Компании, которые выполняют строительные монтажные работы, опытные. Они знают, как этот процесс осуществляется. Насколько я знаю, они уже и прогревочные аппараты начинают подвозить. Комфортные и современные другого стандарта и другого класса. Впереди работы предстоит сложнейший, но по итогу «Спартак» в 2023 году станет не только футбольной ареной, а целым спортивным кластером. А для этого по проекту учитывали все. Даже то, что трибуны понадобятся дополнительной. Северную и Южную сделают временными, чтобы вместилось еще больше людей. Новостадион – это 15 тысяч. Место еще около 100 – для людей с ограниченными возможностями для идеального обзора. По проекту изменили геометрию трибун. Угол наклона стал круче и ближе к футбольному полю. 27 градусов на восточное и 25 на западное. Так что по итогу смотреть матчи будет удобно абсолютно всем. Алина Цгоева, Заркот Заев. Специально для программы «В итоге».